и черный неон. Оба названы сейчас нашего современника доктора Герберта Аксель-Рода. Очень похож на черного неона гетерорабус. Отличает его красная полоска, расположена продольно поверх золотистой. Если гетерорабус относится к роду хифисобарикон, то зеленый неон и грацилис относятся к роду гемиграмус. Мелких рационовидных, относительно к африканскому семейству цитариниды, раньше тоже называли неонами. Это нанэфиопс и неолебиос. Очень похожи друг на друга два вида красноносных тетр. Это родостомус внизу и петителла наверху. Упоминавшиеся раменные наостомосы очень красивые и популярны в аквариумах с живыми растениями. Сначала во всей красе показан наостомос Бекхарда, потом он превращается в маргинатуса, трехполосового наностомоса и пиццеллабрикона, который плавает обычной головой вверх. Как и наностомосы, капеллы относятся к семейству либиасовых, но их необходимо держать в аквариуме при пытом стеклом, вначале в щирные часы выпрыгнут из воды. Тоже можно сказать о рыбах-топориках Корнилиелла и Гастербеллирус. Они занимают верхние слои воды и если аквариум не закрыт стеклом, мгновенно выпрыгивают. Другие хороциновидные, как вот хивисабрикон цоколофа, они плавают в нижних слоях и прекрасно там живут. То же самое можно сказать ахивисабрикония Робертса, Рубрастигми, ахивисабрикония Каллистусе форма Минор, а также бриллиантовая Менкаузия. Это одна из моих самых любимых рыб. Менкаузия Филомения другого вида, несколько более грубоват, но тоже интересная и приятная рыба. Очень красивый королевский тетра. Названо не так, как характерный вырост хвостового плавника, а у них красивая коричневая спинка. Похожа на них инпоихтисы, но такого красивого выростка на хвосте у них нет. В отличие от инпоихтисы, Стаэри предпочитает держаться головой вверх. Растение она не портит. А вот лимонные тетухи, респрикон пульхлепиницы, портят растение, равно как и термеце, кот от очень популярных аквариумистов. Портят растение, также слепая пещенная рыбка, астонат мексикану. Не трогают растение представители африканского семейства хвостановидных алиэстовый. Это конго. Большинство анастому, с исключением, пожалуй, анастомуса, анастомуса, портят растение, просто-напросто их поедают. Особенно это относится к лепаринусам. Лепаринусы довольно крупные рыбы, и в обиду они себя не дают. Поэтому их можно хорошо держать в аквариумах севдориев, с крупными цехлитами. Характер у некоторых очень несносный, и они дерутся и между собой, и нападают на других рыб. То же самое можно сказать и об африканских представителях крупных цитариновых. Это дистихолюс сексфосатус, шестиполосы, и дистихолюс лусоса. Растейки практически все они съедают. Мелкие представители южноамериканского семейства пираньевых, митвенцы, тоже едят растения, но они достаточно хорошо живут. А вот пиранью желательно держать отдельно, потому что она нападает на всех рыб, дерутся они и между собой. Молодые особи очень красивые, а взрослые становятся такие обычные, серебристые, крупные рыбы, как вот Баку показанные. Представители семейства курематовых, прахилодусы и семипрахилодусы, тоже поедают растения, поэтому их лучше держать в аквариумах мини-риф. Но они не такие злые. Представители карповых разборов, как правило, не трогают растения, а вот красавцы барбусы их обгрызают. Здесь представлен адреский барбус, получивший свое научное название барбус подомая лишь спустя 30 лет после того, как он появился в аквариумах. Рыбы из семейства веновых, контактальмусы и боции, любят закапываться в грунт. А боции можно успешно использовать в борьбе с улитками в аквариуме. Ксенотока портит растения, прогрызает в них дверки. А вот лабиринтовые обычно растения не трогают, они очень красивые, но живут недолго в аквариуме. Такие самые ксенотокседы на 12 пришарах съедают практически все растения. А тетродоны съедают и растения, и рыб, поэтому приходится держать их поодиночке. Колмаихты очень интересные рыбы, держатся в верхних слоях воды. А скаты, наоборот, предпочитают нижние слои воды, поэтому оформление должно быть соответствующее. Многие тропические бычки очень красивы, но нуждаются в солоноватой воде. К иллистым прогунам, переопталиваемся, нужно еще участок суши, куда они любят выбраться, погулять. Ксенитонтору могут жить как в солоноватой, так и почти пресной воде. Они даже разводятся в аквариуме. Скатафакусы, наоборот, любят чисто морскую воду, но никто еще в аквариуме их не разводит. Многие виды бесплодоночек, как эти креветки, используются для борьбы с водорослями. Морской аквариум вершина аквариумистики. Их подразделяет два основных типа. Это мини-риф и аквариумы только с рыбами, где бесплодоночек минимум. Особое место мировой аквариумистики занимают цехлиды, рыбы которых любят многие аквариумистики. Отличают их осмысленные действия. Вот самка наблюдает за малечком, справа внизу, если вы видите. Самец акар и курьют сохраняет латку икры. Считается, что цехлиды узнают своих хозяев. Буквально устанавливают с ними зрительный контакт. Немногие, однако, знают, что танганистский цехлид очень популярных у любителей можно вполне содержать в аквариуме с живыми растениями. А растения они совершенно не трогают. Хотя в природе растения, как правило, у них не встречаются. С исключением водорослей. Вот цепарихромис лептозова, например, видно, что у нее такой маленький ротик, к которому никаких повреждений растения не несет. Цифтеляпия фронтоза в состоянии нанести повреждения, но обычно этого не делают. То же самое можно сказать о цилиндрическом ломбологусе. Рыбы очень красивые, яркие, такие вот, как трофисы. В озере Малави есть свои красавицы, которые принадлежащим кормлению можно собирать в аквариуме с растениями. Вот это Олнакаруньяс я сфотографировал 33 года назад. Необычное поведение, интересные побатки привели к тому, что я очень увлекся в начале 70-х малавийскими и танганинскими цифлидами и, в общем-то, увлечение это продолжает до настоящего времени. Не похромится идиотводные растения. То же самое можно сказать и о представителе группы Муна. В заключении своего краткого обзора хочу сказать, что без доброжелательной помощи самого господина такая семена.